Два раза заходил, чтобы взяли меня на войну, но старые говорят. А они просто написали, папа, мы пошли добровольцами, мы защищаем Украину. Вот это вот Путин, ну, мразь. Извините, конечно, за выражение. Саламу алейкум, вай рахматулей баракат, в Избекистан, в Адейданман. Меня зовут Мурадил Ибрагимович Юнусов. Я из Солнечного Узбекистана. На данный момент я живу в Украине, в городе Харькове, работаю на рынке Барабашова. Я зарабатываю на жизнь, готовлю дома все вкусные обеды. Плов, жаркое, лавман, супы там есть, картошка, пюре, гречка. Вот так вот продаю я термоса. Все культурно, аккуратно. Вот руки можно обмыть, там протереть. Вот ловчик, вот ласка. Я людей кормлю практически, ну, очень дешево. Стараюсь. Почему? Потому что во время войны надо поддерживать людей. Лов и жаркой. Я в Украину попал в 75-м году на службу. Тут я два года служил, потом поступил в институт сельского хозяйства. Закончил его, уехал к себе на родину, на отработку. И тогда же Советский Союз был. Вот. Три года отработал, захотелось обратно вернуться в Украину. Потому что мне тут понравилось. Люди, добразличные, очень красивые девчата. Працували учителями, мы с женой. Я встретил жену в институте, поженились. Она родила мне двоих сыновей. Потом решил я переехать в Харьков. Тут как раз открылся рынок Барабашова. В 98-м году снял квартиру здесь. И с детьми, с женой начали прослать тут на рынке Барабашова. Это вот день с ужасом. Мы проснулись. Надо, сказали, эвакуироваться. Мы собрались и уехали, а дети остались. Они на следующий день пошли добровольцами защищать Украину. Два раза ходил, чтобы взяли меня на войну. Но старые, говорят, не взяли. Два сына тоже. Они там действительно воюют хорошо. На подкрименной. Ну, ребята у меня вообще боевые. Один водитель БТРа, другой наводчик. Они в одном БТРе вот уже сколько, полтора года вместе. Два раза ранили, то есть контузили их. Они в Днепре в больнице МВД подлечились. Да, тяжело было мне, когда они не писали, когда они не звонили. Подкрименной, там леса кругом. И все заминировано. Вот они возили на БТРе лишний состав со всеми оружием, снарядами, со всеми. И они там на второй линии ждали, пока они там на нулевую линию сходят. Они там, это самое, они огневые, поддержка огневые, вот это все поддерживали. Потом, когда они возвращались, они быстро грузились в это БТР. И возвращались на два-три дня. Потом звонили мне. Вот тогда мне было радостно. Как на вашей родине отреагировали, когда узнали, что оба ваших сына пошли служить? Вот так оно было. Плакали. Плакали. Говорили, зачем? Отпустил-то их. Мой брат получил сердечный приступ и умер. Недавно. Почему? Потому что услышал, что они контузные, контузные, лежат в больнице. Наверное, нас сильно переживал. Его уже нет. Он любил их. Вот таких. С маленьких лет он держал в руках. Игрался с ними. Ну, любил. Сильно. Как своих детей. Я сосед. Я Моралка очень уважаю, люблю. Он мой друг. Рынок Барабашова очень люблю. Почему? Потому что это как родная семья. Родной, ну, участок земли для меня вообще. Без Барабашова я не знаю, чем бы мы занимались. Из-за войны пострадал страшно. Я, у меня даже есть съемки, могу показать там, как они горели при моих глазах. Потому что, ну, очень тяжело об этом говорить. Осталось просто 30% от рынка. Вот это вот велосипеды. Вот это Виткин магазин. Качка, Витя Качок. Вот это все горит до сих пор. Вот это велосипеды. Хамбейцы. Тут были велоплощадки. Велосипедная площадка огромная. Тут продавали запчасти, велосипеды. Все контейнеры сгорели. Дотла. Металл. Я первый раз вижу, что металл так горит. Вот это вот Путин. Ну, мраз. Извините, конечно, за выражение. Такие люди не должны жить. Они должны тюрьмы сидеть. Там вообще ничего не говорят о войну. У нас в Узбекистане. по новостям иногда можно соскочить там да там вот так вот так там допустим сегодня прилетела туда тирада туда ну основном не что но мне показывают джекистане только вот этот телеграм канале там тоже свобода есть азатбек если вы знаете его азатлик канал канал азатлик это свобода тоже радио свобода в Узбекистане тоже есть вот они все показывают рассказывает про Украину про Россию кто они такие все там рассказывается в Узбекистане они поддерживают Украину сильно весь узбекский народ я знаю очень с многими разговариваю даже у нас посольство в Украине есть посольство Узбекистана они все поддерживают гуманитаркой со всеми от души потому что знает украинский народ они знают очень прекрасно что украинский народ тут нету нацистов никаких нацистов фашистов абсолютно не было никогда и не будет тут я не могу сказать что сильный я патриот но я люблю Украину от всей души когда я вот смотрю вот мои соседи они все остались здесь как я могу уехать я тоже не могу уехать потому что я вижу как страдают люди как страдает украинский народ и вторая причина мои дети уже добровольно пошли воевать я тоже не могу их бросить думаю победа будет за нами вот этим павшим героям вечная слава а тем героям которые сейчас воюют дай бог им здоровья в жизни и удачи на этом я заканчиваю потому что я уже не могу я уже плачу заканчиваем что и и и и и и и